Вчера мы положили такой черный материал, чтобы быстрее земля прогревалась и сорняк не шел. Но я жалею, конечно, что я разрезала. Эти полоски были в два раза шире. Они должны были быть 160 миллиметров шириной, но по факту оказались 150 и поэтому они получились узковаты. Я хотела шпильками их заколоть или как-то придумать, как они будут на грядке постоянно, но они получились слишком узкие. Если еще набивать по бокам доски, то совсем не остается место на грядке. Поэтому мы будем покупать новый материал и набивать две дощечки с боков. Вот такая у нас будет система. А этот я использую под какие-нибудь цветники или вот я уже сделала полоску такую. Там будут цветы со всякими пряными травами у меня. вот здесь уже будет другой материал. Вот в мечтах у нас еще купить газонокосилку в этом сезоне. Вон Вадим с кирпичами. Ну что, наложил кирпичей? Эту полянку мы в прошлом году подсыпали земной. Пытались выровнить, она конечно все было у нас в кочках, в ямах. А в этом году Вадим вот так вот. Я за ним лоскорезом подрезаю сорняки, а траву оставляем. Вот. И потом подсеем просто траву, будет у нас газончик. Купинки мы тоже решили срезать, чтобы уже в этом году был такой сплошной красивый газончик. Вот так вот. Ну хотя Вадим совершенно неправильно держит плоскорез. Плоскорез надо держать как косу. И вот так вообще. Смысла от плоскореза нет никакого. Ну только если да. Вот так, да. Вот так надо. Вот так лучше даже. Я еще и вот так могу. Смотри, не убейся этим плоскорезом по итогу. Вот, покажи как правильно держать плоскорез. Вот так, вот так. Чтоб не болела спина. Эй, ты мне чуть по ноге не полосанул. Должна была сделать так. Тык, тык, тык. Все, продолжаем работать. Сейчас я вам покажу и расскажу, как не надо работать плоскорезом. Все, что будет говорить Маша, это неправда. Она увидела однажды. Главное, чтобы плоскорез был острым. Да. Ну, собственно, можно вот так вот, работая, скосить всю траву. Но это, конечно, очень быстро и работа не с легких. Но, если нету мотиватора, то ничего больше не остается. Кроме грамм на запад. Потихонечку вот эти вот все сорняки срезать. Обучалась работе плоскорезом Маша по видеоурокам козьбы. Сначала все начиналось с косы, пока она ее не сломала. Теперь она уже пришла к профессиональному инструменту. К плоскорезу Фокина. Вот и вовсю сгаляется над бедным участком. Смотрите, как оно улыбается. Все видят. Показала нам свою спину. Чего? Того. Давай. Подсыпали земли. Тачек 10 у нас ушло сегодня. Еще в прошлом году, я помню, мы очень много подсыпали. Тачек 20 как минимум. Вот, кажется, чуть-чуть подсыпать. А на деле выходит очень-очень много и трудозатратно. Но более или менее полянка у нас уже ровная. Вот, я думаю, мы не будем так уж сильно над ней мучиться. Сейчас чуть-чуть разровняем граблями и уже приступим к тому, чтобы засеивать газон. Да хоть так. Придавим немного бревном. Чтоб уже земля такая пышная не была. Не будем сильно утрамбовывать. В принципе, у нас хорошо утрамбовалось с прошлого года. Единственное вот это вот то, что мы сейчас насыпали. Немножко утрамбуем бревном и будем уже сеять. Так, кормушка для птиц готова. Вот, получилась такая вот площадка. Мы ее выровняли как могли. Утрамбовали. А теперь Маша сыпит корм. Должны слететься птички. Ждем. Скворечник вон уже стоит. Вот, а это им кормушечку. Мы такую сварганили. Семена лежат. Ждем птенцов. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Так, сегодня 13 апреля 2018 года. И мы уже начали этот сезон. Первым делом мы вот эту сиреньку обрезали. И привели ее в такое, вернее, сделали из нее такое дерево. Был такой заросший куст. Вот, отходы от нее, веточки, которые используем куда-нибудь или сожжем. Вот, чтобы осталась память, пройдусь по участку и сниму то, что у нас сейчас есть на начало сезона. Ну вот, куча нашей глины. Каркас наш перезимовавший. Здесь под винилом несколько бревен. Остатки песка. Куча соломы заготовленной. А вот мой навес, который распахнуло ветром. Винил почти слетел. Надо будет поправить. Здесь я хранил какие-то деревяшечки. Вот тут у нас поляна. Новая поляна. У нас каждый сезон начинается с поляны. Маш досаживает семена. Вот еще куча мусора. Бревен валяется. Мы будем убирать всякие палочки для поделок. Так, еще один тюк. Вот как выглядит наш будущий дом. Недостроенный. Но в этом сезоне мы планируем уже сюда переселиться жить. Тамбур. Входим. Посмотрите направо. Смотрите налево. Пока еще можно смотреть насквозь. Здесь санузел. Пока здесь у нас вот так. Уютненько. Можно смотреть куда хочешь. В любую сторону. Скоро здесь вырастут стены. Появятся полки, шкафы, кровати, диваны и все такое прочее. Вот наш каркас. Кое-где плесень пошла. На бревнах, что не очень хорошо. Будем избавляться. Надо было обработать, конечно, биозащитой. Но не успели до заморозков. Здесь у нас еще в мешках бутылки хранятся для пола. Тут еще такая куча. Все наше, все родное. Сами пили, сами закусывали. Так, дальше идем. Здесь у нас просторы родные. А вот это у меня подборка камней. Я собираю камни. Всякие круглые, овальные. Потом их использую где-нибудь для декоративных целей. Может быть, в нашем пруду где-то там такое местечко с камнями сделаю. Так, здесь плоские камни тоже. Здесь ступени и всяких вещей. Это мини-песочница для Маргариты. Ее качельки и домик. Детский домик с горкой. Тут у нас куча хлама. Здесь у нас тоже что-то хранится. Стулья, козлы, наш душ. Вот бочка с конским навозом настаивается. Здесь у нас пока склад. Ящик мой с инструментами под замком. С этой стороны у нас тоже хранится всякий хлам. Все пойдет в дело. Вот наш умывальник с душем. Мы скоро переселимся. Буквально через две недели мы уже планируем жить в нашей бутовке. Вот наша славная бутовочка. В ней тепло и уютно. Сейчас мы в ней храним хлам. Кое-какое здесь грязно. Навалено куча всяких вещей. Шмотки наши. Одежда. Ну, совсем скоро здесь будет тепло и уютно. Да и сейчас здесь не холодно. Помещение маленькое и быстро нагревается. Сельхозинвентарь хранится наш здесь. Мы уже частично грядки привели в порядок. Маша накрыла их вот таким специальным материалом. Не знаю, как он называется. Для того, чтобы не прорастали сорняки и земля быстрее прогревалась. Вот наша клубника или земляника садовая, как Маша называет. Но я предпочитаю классические названия. Ну, вот место для курения. Наш стол со стульями, где мы прекрасно отдыхаем. Под навесом. Навес я, кстати, не снимал. На зиму его заваливало снегом, но он не продавился. Нормально перезимовал, выставил. Качели наши прекрасные. Здесь у нас крыжовник. На качели садишься и наслаждаешься прекрасными видами. Иногда очень хорошо сесть после усталости от работы и передохнуть. Тут у нас еще куча земли, которую мы постепенно используем для досыпания всяких ямочек. А вот наш котлован под погреб и теплицу. Частично он, конечно, осыпался. Меня это немножко беспокоит, лишь бы эти высокие грядки, которые мы столько сил потратили, не завалились. Но я, наверное, сделаю подпорки. Потому что будет очень жалко трудов, которые мы вложили в эти грядки. На грядках у нас растет малина. Здесь, в частности, несколько кустов у нас погибло. А часть, часть выжила, вот например, ремонтантная она срезается. И вот свежие росточки молодые уже пробиваются. Здесь и здесь у нас есть тоже росточки малины. Надеемся, в этом году мы попробуем. Здесь у нас кустарник кизила, который тоже собирается цвести. Уже буквально скоро на нем появились вот такие вот почки. Скорее всего, здесь будут цветы. Потому что до этого здесь не было таких. Так, это наша ежевика. Очень сильно погрызли ее зайцы. Здесь раздербанили. Маша закрасила ствол. Ну, может и выживет, не знаю. Здесь у нас смородина. Растет. Кстати, смородина самая первая показала свои листочки. Вот маленькие. Уже на второй день буквально появилась листва. Котлова. Там дальше у нас жимолость и жимолость. Клюква. Кустарники клюквы. Здесь среди грядок. И голубика. Вот. Эта зона у нас будет под пруд. Но мы пока ее трогать не будем. Хотя, уже были мысли о том, чтобы воспользоваться тыложкой. и вырыть котлован под будущий пруд. Ну, я не знаю. Посмотрим, как пойдет. Там наши бревна валяются. Вернее, бревно. Грушу, которую мы здесь старую спилили. Прекрасная поляна. Радует травкой уже. Еще не совсем зеленая. Но вот я ее почистил от листва и уже приятно здесь ходить. Она довольно-таки густая. Здесь можно будет летом поваляться. Вот наш дуб. Самое старое дерево на участке. Здесь, вот в этом месте, вокруг дуба, я планирую сделать площадку, которая будет нависать над этим обрывом. Со сканеечками. Можно будет здесь отдыхать. Наш клен. И камень здоровенный под кленом. Здесь будет, наверное, лестница у нас. Сюда вниз. На эту площадку и пандус. Здесь у нас пойдет дорожка. Вот прям туда. До конца. Вот. Ну, наш славный скворечник. Про него очень много было сюжета. Вот мы, кстати, привезли кучу конского навоза. Личное удобрение. Маша довольна. Вот. Собственно, Маша заканчивает с посадкой травы. И, собственно, экскурсия на этом, наверное, и заканчивается. В конце сезона сниму еще одно видео. Посмотрим, что у нас тут изменилось. Передавай привет родным и близким. У меня уже руки не поднимаются. Вот и хорошо. Пока ты беззащитная, я смогу поиздеваться. Маша поливает траву. Маша поливает траву.